ну а теперь по тапинка продолжаем наше общение продолжаем он требует чтоб я с ним был на ты ладно анатолий держись морозы были 30 градусов снега только 5 см прям как у меня ага прям как у вас хакаси вот есть возможность проверить устойчивость персика абрикоса на морозостойчивость да вот 30 это как раз для европы прав ли я в своих размышлениях о том что запас питательных веществ и природного антифриза в начале зимы в большом объеме находится на защите почек и коры чем конце зимы ну давайте по порядку человек цитирует меня каком плане слова природный антифриз фраза это термин термин теперь природный антифриз то есть всем глубже под землю тем больше раз крепче этот самый имени то есть более морозостойкий менее 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 замерзающий раствор солей и минерал чем глубже тем больше как как качестве то так получается я все время вот эти детали которых почему-то никто никогда не ну ладно уже потому что там густой компот это понятно чем глубже тем помните как где-то на краю обрывов холмов вытекает ключ и не замерзает совершенно вот там как раз и есть антифриз то есть он более крепкий на мороз скажем так но тут есть такой нюанс если брать что там а у меня допустим знаете из колодца колодской розни и даже я встречал даже в одну на деревне колодцы с водой которую можно пить и можно стирать а в других стирать невозможно там очень жесткая вода и вот эта вода она скорее всего прекрасно пригодилась для наших садов майна сезая красный хутор вот и так далее почему ну так сложилось здесь очень большая насыщенность но это касается самой роста растений и что вы думаете берем мы эту воду колодец глубина 10 метров вот от нее остается большая накипь чайника в этой кастрюлях накипь то есть очень густая очень жену и термин жесткая вода роско носится много минерали солей минерал жесткая стоит ей поливать бес полезно ничего не растет пока не ждем дождя льем льем месяц у нас часто ли у нас редко дождя льем льем не растут не овощи не растут эти вот в этом году схожесть была настолько плохая ничего как дождь прошел сразу все зазеленело то есть это вода годится для корней растений но не годится для полива вот эту разницу надо знать и когда-то вот такие вот постепенно постепенно все эти понятия войдут в учебники вот ну а теперь отвечая на вопрос запас питательных еще с начале зимы и в конце зимы ну тут понятно срабатывается срабатывается вот у нас на морозе есть любая хозяйка знает сейчас это может быть меньше степени но когда-то сейчас я вообще уже я уже несколько лет не вижу белья на которое вешается значит когда сушила на эти металлические эти остались кое-где в этих вокруг девятиэтажек пятиэтажек остались когда-то на них висело белье то есть мы были люди простые многие переехали из деревни постирал вынес на улицу вышла с тазиком развесила и не боялась а сейчас это все исчезло но в тот момент знали на улице минус 30 а белье сохнет и вот именно вот это вот белье есть такое еще понятие хочу чтобы знали мы знаем что может быть лед одно состояние воды вода по по себе вода второе состояние и снег третье состояние и вот получается что снег исчезает минуя стадию а вот вам это не интересно минуя стадию высыхания то есть испарение испарение спрели а он просто исчезает как бы это то есть он должен сперва растаять а потом испариться он сразу испаряется минуя стадию и что получается знают хозяйки сушат белье на морозе и вот я привожу этот пример что то же самое происходит и в садах в начале запас есть и влаги запас есть антифриза вот это вот самого природа мы уже поняли то что корни подают зимой корни работают вот вроде бы деревья спят а пусть медленно но процесс продолжается вот и срабатывается срабатывается и почему у нас сибири дела хуже чем в европе на месяц раньше начинаются морозы на месяц позже кончается зима возможность выжить а когда все у них все чертой матери высохла вот все промерзает дальше 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 почва знаете до двух метров в сибири особенно если мало а вы же не зря написали что снега мало то есть я ответил на вопрос как от этого спасаться да очень просто в другом месте вся счастье не один такое оказался красиво было рассказано и я об этом в свою очередь рассказал что никогда мы от микро клонирования от этих самых дебильных искусственных корней вот этих вот не добьемся результата только потому что на глубине 20 сантиметров полметра метра все промерзает все откуда антиприз вот тогда дерево и завязать нам в сибири хуже всех сибирь должна быть основана на сельцевых подвоях раз и на всех подряд два а дальше наша песня хороша вы все знаете так анатолий приятель ты весь страховой запас абрикосов костик уложил погреб на сертификацию вот тут и не нужны от вас правка разъяснения ну понятно что королевские от меня номерные с приморья царатовский рубин наверное это самое может самого уникального садового голубева но коллекция прекрасно а косточки если на сертификации имеется ввиду что они вас уже в сыром песке а если они вас в сыром песке то ждите беды в феврале-марте они у вас уже и проснутся они такие не терпешь поверьте даже при температуре плюс два пристрее они проснутся у вас уже в марте уже точно поэтому если вы так сделали это была ошибка подождали бы до февраля так и наконец начинается моя головная боль очень сложный вопрос будет ждут мой ответ ждет анатолий вчера сыновья перенесли у подъезда кто-то стал книги в основном по автомобилям себе забрали а мне эту принесли в подарок начал читать автор григорий тихонович казмин справка казмин это дальний восток это академик один из самых выдающихся садоводов я на балла уважаю этих ученых из из их так сказать из их колес карате но уж казмин это казмин вот и действительно уж надо же быть академик еще такой 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 вот смотрим дальше и так казалось бы причем тут ряда ну очередная книга кому-то она полезна потому что ляда вот это тоже прекрасная вещь видите вот эти аморский виноград актинидия лимонник вот лекарства декоративное растение на дальнем востоке но раз уж здесь через запятую было написано что слива абрикос волочная вишня а еще уж риска груша китайская яблоня яблоня пришла с дальнего востока кушать ее невозможно только на подвой других то тогда не было и сибирь заполонила китайская яблоня не только китайские сливы но и китайская яблоня об этом уже начали забывать потому что они вывели сами по себе будущее не очень вкусными и так дальше он ну что хотел от меня анатолий я читал вдоль поперек справа на лево я на всякий случай еще не только слева направить справа на лево начал читать наверное из-за вот этой фразы вы чем куда вы лезете вы подключайтесь вот посмотрите повторяю этот футбол я обязан применению отдаленной так писал мичурин я обязан применению отдаленной межмитовой гипернизации восточно-азиатской восточной полуруши яблонясь сливы абрикоса черебухи винограда вот может вы эту фразу имели ввиду тогда вы меня подставили был готов уже вебинар а я мимо проходить не могу и получается мы сейчас будем ну межмитовая гипернизация понятно сейчас мы до нее отойдем смотрите есть проблема и внутри видовой видите взяли скрестили французскую роскошнейшую грушу с этой самой с нашей дикой уссурийской несведомлой получилась полукультурная молодые деревья сведомные с возрастом вырожая нарастает сахару не хватает кушать нельзя и вы видите грушу которую на двадцать пятом году жизни я спилю вот сейчас на ее месте растут прекрасные молодые абрикосы вот именно смотрите почва учеба есть учеба почва казалось бы с нужек груша там все у нее как бы она все это почва сделана под грушу урожая каждый год первое вот так такой же урожай я собрал и сейчас кусочки лежат это каждый год так я это именно это где-то года 35 назад и снимал вот и каждый год такая картина была пока не спину первое то что первое нападало я до семена и вот сейчас холодильник играть семена но на подбой почему если здесь сибири я все-таки считаю что должно быть жесточайшие условия только на уссурийскую грушу то европейская россия на сварок вот кстати это самое песоцкие 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 Александр Николаевич вы же у меня сварок прописали только я не спросил зачем а это речащий случай вот лежат ждут своего этого волшебника в холодильнике а вот когда снова нападали уже не трогаю никаких грабли никаких уборок это не наше если взять грабли собрать и выкинуть как учат вся литература включает под руководством академиков докторов наук член коров кандидатов доцентов профессоров кто там еще есть все пишут убрать железо оставить не наши не трогать не прикасаться во-первых никаких болезней дерево здорово дерево с секатором не подходил болеть нечему некому ни одной тлинки на грушах у меня тли я видел два раза в жизни и то на молодых там где была почва перекопана ну поневоле понимаете бывают такие случаи там питомники перекопаны на двухлетки вдруг для но это ведь чаще суть все это вот так и должно быть но это я опять отвлекся а если вернуться к тому что было и так гибридизация внутри видово как он умудрился это самый 3 3 автора 3 я с ней дружу и сейчас третий автор она же автор книги Байкова Галина Николаевна моя землячка Шушенского района бывший директор госсортоиспытательной станции она третий автор вот этого сорта как они умудрились роскошную французскую грушу это внутривидово взять и спарить слово применяю извините за мои термины это ночью мясо будет спать ладно скрыти с дикой дичайшей дичайшей и чтоб она дала потомство а потом еще видимо сколько лет возиться чтоб она стала настолько устойчиво что ладно там ко мне она попала но я нашел несколько садов с таким же сумасшедшим урожаем а куплена была раньше 8-10 метров высотой ковер из груш уникальный прошу прощения вдруг по делу железово на проводе спасибо что хотите заказик сделать дело в том что я сейчас провожу вебинар меня люди слушают вот так не вовремя позвать нет никаких двух секунд вы чтоб сами подумайте лекция идет ага завтра ну не совсем с утра давайте по москве ну пожалуйста а это не тут что полторы тысячи косточек я так ребята ребята я чуть не отфутболил человека все я понял то же самое что вы мне прислали потому что все очень довольны как бы я друзьям подарил на подарки и вообще все счастливы я вот хочу для себя тоже ну как говорится на завтра денежки вам переведем с утра и вот точно такой же заказ ладно ладно это хорошо что я вас не встретил за такие заказы не Валерий Константинович ну вы просто мне прислали уже сколько раз и все мне так нравится и все замечательно спасибо вам огромное тогда подождите не отключайтесь дело в том что если бы вы были с любого города то то да я понимаю вот именно вот и в основном речь идет об абрикосах вы знаете у ваших друзей будет много потерь произойдет большая большая это даже не волнует ничего и никого главное даже хоть одно дерево вырастет и то оно того стоит вырастет вырастет ваши труды они стоят дороже пожалуйста напишите чтобы я вам в этот раз в этот раз выписал выслал побольше жерделей это очень важно жердели раз еще надо поймите она хотя бы не с апреля а там же одни туманные дожди спасибо вам огромное еще раз ладно все дальше продолжаем жаль что вы не участвуете в этих алё жаль что вы в вебинарах не участвуете все отключаемся спасибо большое до завтра завтра деньги переведем с утра прямо спасибо вам я не против давайте всего доброго всего доброго сегодня зашла девушка 15 лет одна из тех которые слово папа никогда в жизни не произносили вот у нее появился парень вот я дружу с такими девчатами 10 лет 13 15 вот помогаю чем могу и вот заметьте я честно говоря искренне это очень важно она говорит у меня светится у меня парень появился впереди новый год мы решили вместе отпраздновать а у меня ни туфель ни платья вы понимаете семья которая ой говорить что это за семья вот это страшно потому что сразу слезы наверху сколько три с половиной две с половиной тысячи вот ну что я сказал как попробуй откажи и вот сейчас звонит мужик и говорит я вышел вам деньги причем вышел немало на несколько таких подарков вот видите есть бог на свете ну скажите что нет вот и мне настроение другое сразу вот сколько радости я приношу всем может быть потому я так долго живу что это она на мне отражается а теперь давайте по делу я вот это вот и так взяли я это называю эволюционная лестница если есть эволюционная лестница то на самом низу находится уссурийская дикая груша а на самом верху тот самый роскошный там название не запомнил невозможно хитрое название ну вправе все как есть набрали это самая груша 40 и получаете ответ и такой редкий случай когда у них произошло любовь вот когда получается новый сорт а вы знаете какие на ней бывают груши держите за стулья вот такие вот на молодом дереве а потом да потом эти сумасшедшие выражения они мельчают их невозможно дерево из груш не видно но вкуса нет вот они это уже второй этап но ученые в том числе моя я горжусь этим что сам кандидат наук сельхознаук вот директор института этого директор социальной станции вот Елена Александровна Савича знает тоже уважает видите помогала моему Сергею диплом агронома сделать правда этот диплом никому не нужен тот случай когда не он должен с протянутой рукой дайте мне работу за 10 тысяч куда-нибудь там это властью научным сотрудникам нет это очередь должна быть с института чтобы взяли его потому что в институтах занимаются и в том числе это важный разговор ребята не смотрите что я бурчу вот я волнуюсь в таких случаях дело в том что скрещивание семца выращивание скрещивание 20-30-40 лет и никакой гарантии что новый сорт получится вот Бойкова да у нее получился сорт но идеальным он никогда не будет а кусты семечки по гибрид уссурийской груши и французской привитые на уссурийскую же грушу теперь возьмем семена дальше по Мичурину будут вообще не съеду эти хоть на молодых деревьях кушать нельзя соком обливается ешь на молодых с кислинкой но есть можно но это все я к чему клоню внутри одного вида то груша и то груша и только на разных концах все налетится и случилось чудо подвиг что у них случилась любовь только когда любовь у них получается потомство вот такое полноценное подвиг что а теперь возьмем ой зря я это вот Толя твою мать ой извиняюсь зачем было присылать мне вот это вот прокомментирует и что дальше а дальше идут межвидовая гибридизация я попросил самим чтобы при этом присутствовал когда-то и придется все это с большой трибуны рассказывать я сразу вспомнил про терносливу и про цепарадус царападус вот а потом уже полез в источники смотрите межвидовая почему я считаю когда-то мне дали бы власть я бы приказал прекратить это все прекратить межвидовая гибридизация не заниматься возможно уже не занимается вишня плюс серёмуха получилась средняя цепарадус вы его есть сможете нет попробуйте ринклод межвидовый гибрид смотрите но дело в том что ринклод и тернослива не такие уж разные виды получили ринклод реформы но этот еще кушать можно ладно мичурин применял гибридизацию отдаленной формы зачем он это делал он расширял границы познания почему когда-то это пригодится и нам людям нашим организмам я к этому подвожу меня заносит а это самое смеяться некому ученые сюда не залазят на этот сайт или как он на эту программу ну про царападу уже говорили гибрид между абрикосом все совершенно разные вещи да мы приводим одно на другое получаем хороший результат изменения получаем их может закреплять я про это много рассказывал яркие примеры а вы попробуйте пульс 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 добиться этого а попробуйте скрещиванием добиться вы видели эти пятна а у меня такой случай был и есть осталась фотография ухватиться бы за это но это так долго это знаете ну когда-то рассказывал вот когда вы видите пятна это один из первых признаков сельцевой гибридизации сельцевой подчеркиваю идем дальше итак гибрид между абрикосом с сливом возможен но откровенно скажу пробовал есть невозможно невкусная штука получается слива вкуснейшая абрикос вкуснейший нет бывает абрикос который есть невозможно да ну зачем нужен гибрид ну так если какой-нибудь ну если в сельской студии какая-то небольшая группа занялась бы ну чтобы показать что мы тоже что-то можем вот это пожалуйста но в целом эти гибриды я клоню потому что просто не нужны вот еще один между сливой и терном ну для меня терн это дикое слива так и вот получился гибрид сливой терн ну и что вы есть будете это только в качестве пытки допустим поймали это самое террориста а он еще говорит сказал не буду вот пытайте раз докормили этой терносливой вот этой вот гибридом и все выдал попробовал выдержит такой вкус гибрид между рябиной и сибирским боярщиком знаете она получается довольно как бы рябина и довольно вкусная и крупная но я тоже ее ел ну больше одной ягодки не съешь я не понимаю зачем этим занимались в принципе еще раз ну ладно еще договорю потом выводы вот еще терн вот плюс олеча получили в общем получили якобы якобы от этого и произошла домашняя слива но я в это не верю потому что видите терн плюс олеча домашняя слива смотрите терн плюс олеча а слива совсем другая здесь много фантазий а самое главное если у нас слива домашняя есть и это прекраснейшая вещь на свете я во-первых не верю происхождение но это мое право верить не верить даже если это так все ребята в тех удачных случаях что нужно делать в тех удачных случаях нужно просто дальше прививать и забыть про все эти самые костра ой про скопление сказать тоже вызывает эту нервную дрожь вот короче презервативчики кисточка пыльца 10-20-30 лет получим еще один вариант который в принципе отличить потом не сможете вот почему потом начнется расщепление свойств то ли в пользу лучей то ли в пользу терна все равно помните мой черный абрикос он уже не черный он уже бордовый вот совершенно не нужная работа если занимался это не черный надо было сказать спасибо вот он памятник вы раскрыли границы развернули вот но мы знаем что есть 50 тысяч сортов яблонь шикарнейших ну из них тогда 40 тысяч шикарнейших якобы 7 тысяч сортов груш может быть не 7 а 10 ну официально якобы 7 из них большая часть абсолютно съедобная вкусная не надо нам больше ничего вот нужно их привать поняли с чем я говорю то есть я попробую прокомментировать вот это вот как только мог вот это вот вот это вот вот то ли отнял у меня 20 минут не у меня а у людей вот наверное если бы я читал лекцию студентам им бы это пригодилось в жизни а всем остальным ну вот вот ладно идем дальше теперь смотрим сюда левопард левопард индоутка зеброид вот среди животных случается то же самое почему я это говорю я знаете почему выбрал эту фотографию обезьяны сказать похоже на моего знакомого будет если его шерсть убрать побрить хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе заворачиваться чтобы получать это когда-то просто что вот юмористы но они у меня всех именно они тогда это придумали помните чтобы шерсть давала и доилась вот я уже забыл про это самое какой-то хотели шутку скресить то и то вот но человек особый случай все происходит спонтанно вот она знаете для чего эта фотография где-то когда-то вдруг окажется что впереди настолько большой ледниковый период сильный и мощный что большая часть человечества просто выберет она не выдержит холодов к этому мы можем прийти буквально завтра ну вы знаете что такое упал метеорит и взорвали сразу тысячу атомных бомб это сразу зима небо закрыто от солнца тут же морозы и тут же это выживут люди у которых восстановится способность покрываться шерстью вот вы знаете самые последние люди вот уже где-то в какой-то пещере там еще костер поддерживает вот и вдруг рождается ребенок из шерсти почему а с работой один из запасов вариантов а по другому смотришь еще какие-то признаки зачатки хвоста и так далее и это может быть можем вывести основную особь вот так же как Мичурина этим занимался знаете как называется Мичурина это называлось насыщение ментора я это называю инфицирование я сразу становится понятнее что такое насыщение инфицирование просто берем гены вот этого самого как это назовут там это гориллы вот их можно не дарят человека и как когда-то грубо хотели чуть ли не спарить с обезьян человека получить этого самого человека будущего вот выносливого работягу послушного мозгов поменьше поменьше вопросов не задается были такие желания были а здесь проще вот а почему я говорю потому что мы еще опять подойдем к той же теме это когда в каждой клетке есть что зародыш целого организма и у человека и у животных и у растений в растениях проще всего я уже это показывал вот будущее уже этим есть или нет вот если готовиться к настоящей зиме полярной всепланетной да этим надо заниматься надо новую породу людей которые выживут но таким образом чтобы ее мозги не уничтожались но все все брос а вы хотите к этому относитесь как хотите мои слова третий да слава и на и и и